Он уже был на Вологодчине два или три раза, сколько точно сам не помнит, признаётся Михаил Задорнов. Слишком давно это было. Нынешний визит слегка и компенсирует это упущение. Звезда телевидения сцены в нашем регионе уже шестой день. Я был в Тарнаге. Как я правильно произнес? Апоки. В Апоках. Ну, естественно, в Тотьме. Ну и так, вот, в окрестностях. Хотя собирался приехать всего за два дня до концерта, который состоится завтра. Но, объясняет сатирик, привлекли истории вологодского писателя Сергея Алексеева и приглашение Анатолия Ехалова посетить удивительные места области, хранящие глубочайшую историю. Предложение заинтересовало, ведь Михаил Задорнов собирает материал для нового фильма. Надо снимать фильм следующий, действительно, о зарождении белой расы. Большинство раскопок новых показывает, что это произошло на территории сегодняшней России. Сатирик поясняет. Во всех древних книгах говорится, что самая мудрая жизнь существует на севере за скифами. Греки её назвали Гиперборея. И, возможно, легендарная страна находилась именно на территории современной Вологодщины, предположил Задорнов. В 1995 году он из-за того дальнего поворота реки Суханы показался теплоход. На нём были наши учёные и индусы, учёные-санскритологи. И вдруг, увидев эти берега, индусы начали молиться на эти скалы. Наши удивились. Почему вы молитесь? Ответ был неожиданным, удивил всех. Отсюда наши предки, это индусы сказали, пришли к нам и стали нашими брахманами. И написали первую святую книгу на земле Веды. Это уже смонтированные кадры видео, которое снималось в опоках. Впрочем, сатирик признаётся, скорее всего, материал, собранный на Вологодщине, войдёт совсем в другой фильм. Отдельно Михаил Задорнов хочет рассказать о славянском календаре. Потому что знания календаря сохранились нашего славянского у вас. И больше всего этих тонкостей знают ваши краеведы. Правда, продолжит съёмки режиссёр ещё не скоро. Пора готовиться к концертам, в том числе к юбилейному. Кстати, возможно, скоро на сцене к Михаилу Задорнову присоединится и Вологодский коллектив. Во время путешествия он познакомился с братьями Никулиными и предложил им организовать совместные выступления. Дарья Анфиногенова, Николай Замараев. Новости Вологды.